Если соприкасаются два тела, в соприкосновение приходит только кожа. Я поддерживаю такие отношения с людьми, в которых моя жизненная энергия резонирует в своих жизненной энергии. Саженцы, которые приносят плоды слишком рано, никогда не станут полноценными деревьями. В каком возрасте заводить отношения? Следующий вопрос от Рахула. В каком возрасте можно заводить отношения с парнем или девушкой? Рахул хочет завести отношения с парнем? Это не противозаконно. Думаю, что у каждого ребенка есть друзья и подруги. Да? Да? Когда вам было 3, 4, 5 лет, разве у вас не было друзей и подруг? Были. Сейчас же вы придаете новый смысл понятию «друг». Быть друзьями не обязательно означает, что вам нужно вступать в физический контакт. Да? Это то, что вы почерпнули у определенных культур, в которых тело — это все. Почему в наши дни все обстоит таким образом? Когда-то это было только в Соединенных Штатах, но сегодня это повсюду. Если вы говорите об отношениях, люди думают, что они основаны на соединении тел. Разве прямо сейчас у меня нет с вами отношений? Разве у вас нет отношений с родителями, друзьями, учителями? Разве у вас нет отношений? Скажите. Да? Да вы не можете сказать, если вы скажете «У меня отношения с моим учителем». Все подумают, что между вами происходит что-то непристойное. Почему вы стали такими? Видите ли, проблема только в следующем. Ваш интеллект оказался захвачен вашими гормонами. Если я говорю «Ты мой друг», значит, обязательно подразумевается физический контакт. Разве это необходимо? Скажите. Разве нельзя? Вот вы девушка, если вы мой друг. Я не могу сказать, что вы моя подруга, потому что это будет понято по-другому. Почему это произошло? Мы придаем слишком большое значение телесным отношениям. Вы должны понимать, что существуют отношения более глубокие, чем телесные. Вы можете поддерживать глубокие отношения с людьми без участия физического тела. Не так ли? Это возможно? Это же возможно. С кем-то физические отношения могут быть необходимы. Это нормально. Это ваш выбор. Но это возможно только ограниченным образом. Но дружба и отношения возможны с огромным количеством людей на разных уровнях. Возможно или нет? Вы можете поддерживать близкие отношения с тысячами людей. У меня очень близкие отношения. То, как я сижу здесь сейчас, предполагает определенную интимную близость с вами. Но если я скажу «интимная близость», люди подумают, что два тела должны соприкасаться. Если взаимодействуют два тела, соприкасается только их кожа. Кожа — это самая внешняя оболочка того, кем вы являетесь. Как это может быть интимной близостью? Я не считаю это интимной близостью. Я могу проникать в суть людей, не только в их умы и эмоции, в их внутренний мир, в саможитинный процесс. Я поддерживаю такие отношения с людьми, когда моя жизненная энергия резонирует с их жизненной энергией. Это интимная близость. Это настоящая близость. Контакт двух тел может быть необходим на определенном этапе жизни человека. Это нормально. Мы не пытаемся сделать это правильным или неправильным. Это выбор каждого. Но не делайте это основой дружбы. Почему вы не можете дружить с каждой девушкой и каждым парнем вокруг вас? По сути, вы спрашиваете, в каком возрасте я должен вступать в сексуально ориентированные отношения. Вы спрашиваете об этом. Но я думаю, что вы окажете большую услугу и себе, и всему миру. Если избавитесь от всей этой ерунды, и мой парень, моя девушка, назовите это как-то по-другому. Называйте это романом, любовными отношениями или чем-то еще. Потому что слово «друг» должно перестать ассоциироваться с телом. Это очень важно. Иначе дружеских отношений не будет. Все будут такими. Потому что если я скажу «ты моя подруга», она испугается. Причем напрасно. Не так ли? Если я скажу «она моя подруга», она начнет опасаться. К чему это он клонит? С чего это он мой друг? Отвяжите слово «друг» от тела. Это очень важно. Позвольте дружбе происходить всецело. Если у вас есть физические отношения с другим человеком, это другое. Это ваш выбор. В каком возрасте? Когда вы получаете образование, если вы не обретете контроль над этими инструментами на данном этапе своей жизни, поверьте мне, ваше собственное тело, ваш ум будут запутывать вас по-разному в течение всей вашей жизни. Не вы будете использовать их. Они будут использовать вас. Так не должно происходить. На этом этапе жизни сконцентрируйтесь на том, чтобы достигнуть наивысшей точки внутри себя. Не торопитесь жить. Жизнь случится чуть позже. Если вы слишком торопитесь жить, вы не проживете эту жизнь хорошо. Не пытайтесь прожить эту жизнь слишком рано. Я не моралист, чтобы говорить вам «делайте то», «не делайте это». Если у кого-то есть такая потребность, они могут это сделать. Но не нужно создавать такой тренд, что если вы учитесь в колледже, вы должны быть с кем-то в сексуальных отношениях. Никакого принуждения здесь нет. Нет правила, что все должно быть именно так. Человек может расти. Я говорил об этом раньше. Я должен сказать вам, что среди фермеров, выращивающих манго, Существует такая практика. Это хорошо известно по всей Индии. Если вы посадите саженец манго, то в течение 12-14 месяцев, когда наступит сезон, он зацветет. Фермер тщательно срывает саженца каждый цветок, потому что, если вы позволите цветку развиться дальше, он принесет плоды. Это маленькое деревце даст один или два плода. Полноценными деревьями станут только те, которым не дают плодоносить до 3-4 лет, и они принесут много фруктов. Саженцы, которые приносят плоды слишком рано, никогда не станут полноценными деревьями. Фермер обладает такой мудростью. Он продолжает срывать каждый цветок. Точно так же человек не должен спешить жизнью. Важно, прежде чем пытаться жить, вырасти внутренне, чтобы жизнь разворачивалась для вас благоприятным образом. Когда вы проживаете жизнь слишком быстро, она может стать для вас непосильной задачей. И завтра произойдет множество сложностей. Если вы посетите западные университеты, на этой неделе я был в бизнес-школе Роса, а затем в Гарвардской школе бизнеса. И если вы посмотрите на эти школы, я не знаю, каково процентное соотношение, но люди говорят мне, что если вы просто посмотрите вокруг, вы увидите, что большинство студентов это индийцы и китайцы. Лишь около 40% это европейцы или бело-американцы. Хотя там они составляют большинство населения. Почему так происходит? Дети из индийских и китайских семей имеют определенную систему поддержки. Им нужно жить с родителями, пока им не исполнится 25 лет, до тех пор, пока они не закончат университет. Но, как правило, в белых семьях, тому времени, когда детям исполняется 18, они уже не живут с родителями. Все они живут со своими партнерами. Проходят через эмоциональные переживания, им приходится зарабатывать деньги. И каждый вечер они должны заботиться за своем партнере. Нет времени ходить в библиотеку, нет времени учиться. Лучшие ученики — это индийцы, еврейская община и китайцы. Просто посмотрите на университет в Соединенных Штатах. Что же это значит? Многие американцы даже не заканчивают университет, просто потому, что у них есть парень или девушка. И эти отношения не всегда идут гладко. Каждый день будут происходить какие-то сложности. Будут возникать проблемы. Сейчас вам необходимо понять, что это время вашей жизни, когда вы находитесь на самом высоком уровне энергии. На этой стадии вашей жизни, если вы создадите определенную концентрацию и баланс внутри себя, эта энергия превратится в нечто фантастическое. Но если вы не привнесете фокус и баланс в вашу жизнь на этом этапе и обретете его, скажем, когда вам стукнет 40-45, у вас не будет той же самой энергии. Это нечто, чего вы не понимаете. Многие думают, что подобный уровень энергии будет сохраняться всю жизнь. Нет. Это пройдет. Это лишь вопрос 8 или 12, максимум 15 лет. С 14 до 30 лет существует определенный всплеск энергии. В это время, если вы научитесь управляться с этим, сохранять равновесие и сосредотачиваться на своей жизни, эта жизнь будет функционировать и играть на более высоком уровне. Если вы не привнесете этого в свою жизнь, и если вы будете спешить жить, то увидите, что жизнь превратится в трудную задачу, не то чтобы вы вообще не могли с ней справиться, вы сможете, но с ненужными трудностями. Это личный выбор. Если у кого-то есть сильное компульсивное желание, они могут пойти на это. Но не нужно создавать такой тренд, что если вы учитесь в колледже, у вас должны быть сексуальные отношения. В этом нет необходимости. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok